Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, здравствуйте! Это программа «Банкиры», где мы встречаемся с людьми, которые действительно влияют на рынок финансовых услуг. И сегодня у нас в гостях Михаил Бернер, глава виза в России. Миша, привет! Привет, Юра! Ты начал работать в визе чуть менее года назад, и первый серьезный вызов, с которым ты столкнулся в роли генерального директора визы в России, это сразу, чтобы мало не показалось, пандемия. Расскажи, как ты оцениваешь влияние пандемии на рынок платежный в целом и на бизнес-визы в частности? Ну, безусловно, пандемия оказала достаточно существенное влияние на рынок в целом. Пандемия, наверное, помогла нам пройти в определенной степени путь, который мы бы иначе прошли бы за три года. Диджитизация, которую пандемия принесла, она, конечно, изменила очень существенно то, как люди покупают, то, как люди платят, то, как в целом очень многие индустрии стали работать. Выяснилось, что около 40% людей во время пандемии начали делать заказы онлайн продуктов, товаров или каких-либо услуг. Мы также увидели, что на треть увеличилось количество оплат с помощью безналичных платежей за еду, заказанную в онлайн-магазинах. Мы видим, что очень существенно увеличилось количество и объем бесконтактных платежей. Если два-три года назад одна из пяти операций делалась с помощью телефона, то сейчас таких операций уже треть. То, что произошло, изменение структуры платежей, понятно. А что с объемом? Мы потеряли несколько серьезных индустрий, туризм, хорика, какие-то вещи стали просто недоступны и за них невозможно стало платить. Как ты видишь по вашим цифрам результат 2020 года, который уже не за горами? Ну, наш финансовый год как раз вот закончился совсем недавно. Виза живет по стандартам, когда финансовый год начинается с 1 октября. Соответственно, результаты мы еще подведем. Но, безусловно, этот год был очень разный. Первый квартал, который начался 1 октября 2019 года в том, как считает квартал и виза, был очень хорошим. Рос и объем платежей, количество платежей, появлялись новые точки приема. Второй квартал, соответственно, с января по март, тоже был очень хорошим. За исключением последних двух недель, трех недель марта, когда снижение туризма уже начало, конечно, давать о себе знать. Затем был очень сложный квартал с апреля по конец июня. И с июля мы уже видели некое увеличение опять оборотов. А что сейчас? Сейчас мы вышли по многим направлениям практически на докризисный уровень. Безусловно, пострадало очень сильно несколько категорий, которые еще предстоит, наверное, достаточно долгий период их восстановления. Во-первых, все, что связано с путешествиями. Внутренний туризм хоть и вырос, но все равно не может заместить тот очень большой объем международного туризма, который сейчас не существует. Снизились расходы на все, что связано с развлечениями. Если не происходит концертов, какие-то спортивные мероприятия, сейчас проходит при ограниченном количестве людей, которые могут на них попасть. Выставки, музеи, нужно заранее забронировать билет, меньшее количество людей ходит. С другой стороны, многие категории выросли и очень серьезно выросли. Огромный рост в категории маркетплейсов и агрегаторов. Мы также видим, что уже почти вышел на докризисный уровень сегмент хорека. Он, конечно, очень сильно просел в начале пандемии, но сейчас практически там, где он был в марте. Так что, ну, такой, конечно, крайне необычный год. Ну, а если сравнивать год к году по объемам, просадка произошла, вы потеряли в объемах? Мы увидим рост. Большой? Не могу назвать цифры, но рост будет. Этот рост, он произошел вместе с ростом рынка или вы свою долю нарастили за счет каких-то системных изменений на рынке? Я думаю, что это комбинация этих факторов. Скажи, а насколько по-разному платежные системы этот период проходили? Ну, мне очень сложно, честно говоря, судить то, как реагировали наши конкуренты. Я, наверное, буду правильнее с моей стороны говорить о нас. Мы старались принимать решения максимально быстро. И вот как пример, наверное, мы поняли сразу, что роль электронной коммерции вырастет. Извиняюсь, что я часто об этом говорю, но это факт. Ну, 20-й год вообще год электронной коммерции. Конечно, конечно. Мы сделали все необходимое для того, чтобы обеспечить повышенную безопасность электронной коммерции. Во-первых, ну, не вдаваясь в какие-то очень глубокие детали, на своей стороне проверили бесперебойность систем, как сделать так, чтобы в ситуации, когда людям нужно заказать еду, у них нет другого варианта, кроме как заказать еду онлайн, у них проходили платежи. Мы усилили нашу безопасность на системном уровне. Мы запустили протокол Visa Secure. Это такой следующий элемент безопасности после Verified by Visa, который позволяет тоже убедиться, что платежи проходят безопасно. Миш, понятно, что в карантин выросла доля е-коммерса и безналичных платежей. Скажи, а что с мошенниками? Выросла ли доля мошенничества в этот период? На самом деле доля фродо и мошеннических операций в России одна из самых низких в мире, что, наверное, как-то звучит контринтуитивно. Связано это с тем, что в России очень высока доля платежей, которые проходят по самым современным стандартам шифрования и безопасности. Банки фокусируются на этом, банки имплементируют все новые современные решения. А почему так получилось? Высокие требования, в том числе и потребителей, и конечных клиентов и по безопасности, и по неким стандартам. Вот как пример. Россия в первых рядах по числу токенизированных транзакций. То есть транзакции, которые делаются с помощью выпускаемых токенов. Apple Pay, Google Pay и так далее. Эти операции настолько защищены, что там, конечно, вероятность мошенничества сведена практически к нулю. В общем, количество транзакций мошеннических, которые приходят в Россию или из России, очень-очень низкое. Слушай, ну это хорошая новость. То есть даже колл-центры в СИЗО и в сопредельных государствах, они не сильно увеличили объем потерь? Это несколько другая история. Это социальная инженерия, которая набрала обороты, наверное, где-то года два назад. Пик, мне кажется, ее был все-таки в прошлом году. Сейчас все образовательные программы банков и та информация, которую они передают своим клиентам, чтобы они чувствовали себя в большей безопасности, работают, на мой взгляд, больше, чем это было до этого. Есть еще одна тема, связанная с пандемией, о которой я не могу не коснуться. Это ограничение Центральным банком размера экваринговых комиссий до 1%. Расскажи, как это повлияло на бизнес-виза, очевидно, это повлияло на выручку всех платежных систем? Я бы, может быть, начал бы с того, что сказал бы, что наша философия, конечно, мы за рыночное ценообразование, мы за рыночные элементы регулирования тех или иных комиссий или интерчиндж ставок. Мы считаем, что рынок сам должен определить, как ему функционировать и как это должно работать в интересах всех сторон, участников платежей. В то же время, конечно, мы понимаем, что в такой экстраординарной ситуации, в которой мы оказались, Центральный банк должен был реагировать. Он сделал, как нам кажется, абсолютно правильный шаг, мы его поддержали, и мы вернулись на те размеры комиссии за экваринг, которые были до начала пандемии. Хорошо. А как вы пережили этот период с точки зрения бизнеса? Ну, я бы сказал бы так, что, безусловно, конечно, такого рода ограничения не наложили отпечаток абсолютно на всех участников рынка, но все отнеслись к этому с пониманием. Ну, я думаю, что это, еще раз повторю, это было разумной мерой, она была временной. Я, работая на своем предыдущем месте работы в сети банки, видел, к чему приводит административное регулирование размеров комиссии интерчиндж. Это было сделано в Европе, как мы знаем, на многих рынках, вот скажем, польский рынок, он во многом очень близок к российскому. И вот как только пришло регулирование, регулирование на очень низких цифрах, сразу же все программы лояльности были закрыты банками. Затем банки начали увеличивать комиссии за банковские услуги, появились комиссии за выпуск карты, за перевыпуск карты, даже за звонки в колл-центр. Просто потому, что очень серьезный объем выручки был изъят фактически из дохода банков. Соответственно, банкам нужно продолжать инвестировать в те же стандарты безопасности, вот о чем мы говорили буквально несколько минут назад, в развитие инфраструктуры платежей, в какие-то новые программы лояльности. Если нет средств для этих инвестиций, они должны будут браться откуда-то еще, в конечном итоге страдает потребитель. Мы затронули роль государства на бизнес. Я бы хотел продолжить эту тему и поговорить о госигроке НСПК «Мир». «Мир» появился несколько лет назад на территории, где господствовали виза и мастер-карт. Теперь это третий игрок, который имеет целый ряд нерыночных преимуществ, таких как обязательное начисление бюджетных средств на карточки «Мир». Невозможно не иметь карточек «Мир» работы в госструктурах и так далее. Скажи, как бороться с таким игроком? Ну, тут, наверное, несколько есть моментов. Во-первых, мы с большим уважением относимся к тому, что делает «Мир». Там замечательная команда, там люди, которые очень хорошо знают этот бизнес, очень хорошо знают технологии и привносят какие-то новые вещи на рынок. Во-вторых, я бы сказал, что является штампом, когда руководители платежных систем говорят на тему конкуренции, что наш основной конкурент – это наличные. Но это правда, потому что наличных все равно в обороте продолжает оставаться очень-очень много. Безусловно, Россия делает гигантские шаги вперед с вытеснением наличных. И Центральный банк говорит о том, что по статистике Центрального банка уже больше 60% платежей без наличной с применением карты или с применением каких-то других безналичных способов оплаты. Но, тем не менее, наличных еще в экономике очень много. И мы все вместе с нашими основными конкурентами в России, больше, чем в других странах, делаем экономику более прозрачной. Ну, хорошо, так-то дипломатично все это разглажил. Но наличные рано или поздно закончатся. То есть вы этого врага победите, вряд ли доля наличных уйдет до нуля. Там какая-то останется все равно доля. Кстати, у тебя есть ощущение, до какого уровня наличные могут снизиться? Ну вот, если посмотреть на опыт других стран, в Скандинавии 90% платежей, даже больше 90% безналичные. В Соединенных Штатах около 80%. Потенциал еще очень серьезный. Карточных платежей в России меньше 50%, всего безналичных больше 60%, но карточных меньше 50% пока. Что касается такой, может быть, более отдаленной перспективы, то, конечно, никто не отменял конкуренцию в виде инноваций. Конкуренцию в виде новых решений, новых продуктов, которые интересны клиентам, которые интересны конечным потребителям, держателям карт. Что это за инновации могут быть? В каком направлении инновационная мысль у платежных систем сейчас движется? Ну, может быть, несколько примеров из самых последних вещей, которые мы запустили в России. Во-первых, на мой взгляд, абсолютно революционное событие. Это технология, которую мы называем tap to phone. Это возможность на своем планшете или телефоне через специально разработанное приложение, которое сертифицировано визой, начать прием карт, не имея POS-терминала. Просто можно приложить телефон к телефону другому и произвести оплату. Россия является одним из первых рынков глобально, где виза запустила такого рода продукт. Мы запустили оплату голосом с партнером Bartello. Есть такое приложение. Специальный навык в Алисе у Яндекса разработан. В около 30 ресторанах можно заказать еду, не при этом прося официанта подойти и принять заказ. Это достаточно безопасно? Это безопасно. Это работает очень здорово. Мы работаем над тем, чтобы дальше расширить такого рода возможности. Мы совместно с Сбербанком и с Азбукой Вкуса запустили магазин без продавцов. Есть магазин Азбуки Вкуса в Москва-Сити, в котором с помощью оптического распознавания, технологии оптического распознавания, можно делать покупки. При этом тебе не нужно подходить к продавцу, не нужно искать кассу. Ты выходишь из магазина, сумма, которая, собственно, должна была бы быть оплачена, списывается со счета твоей карты. Мы работаем также с партнерами из Сбербанка по проекту биометрической оплаты. В кафе Prime можно будет оплатить покупку, даже не доставая телефон. То есть мы развиваем постоянно какие-то новые платежные сценарии, какие-то новые истории, которые позволяют нам идти вперед быстрее. То есть вы готовитесь к тому времени, когда исчезнет пластик из нашей жизни? Я думаю, что это, может быть, не произойдет завтра, но это не такая уже отдаленная перспектива. А когда пластик закончится? В России 98% терминалов принимают бесконтактную оплату с помощью телефона. И это один из самых, наверное, высоких процентов проникновения такого рода сервисов в мире. И у некоторых банков сейчас процент, в общем проценте выпуска новых карт, 30% занимает уже виртуальные цифровые карты без пластика. Это очень много. Это очень много. И этот процент будет расти. Ну то есть будущее я вижу, наверное, таким образом, что в мобильном приложении клиент заполняет минимум полей, получает карточку в свой мобильный кошелек, цифровую карту, пользуется ей. Затем он знает, что поедет отдыхать за границу куда-то, заходит в свое мобильное приложение, выбирает кнопку «Прошу прислать мне физическую карту». Ему пришлют пластик. Насколько это будущее отдаленное? Это 2-3 года, 4-5, 10 лет? Мне кажется, это довольно близкое будущее. 25-й? Думаю, да. Я думаю, возможно, даже раньше. Ну окей. Давай теперь поговорим не о бизнесе, а о человеческом. Я не могу не задать вопрос про твой уход из Ситибанка. Он был очень трогательно проиллюстрирован роликом, даже мини-фильмом о том, как ты провел свой последний день. И его посмотрело, по-моему, тысяч 4 человек в Фейсбуке. Это колоссально много для… Еще несколько тысяч на Линкдине. Еще на Линкдин. Это очень много для ролика подобного жанра. Ну, я в Ситибанке пробыл 17 лет. Это очень большая часть моей жизни и огромная часть моей профессиональной карьеры. И Ситибанк мне дал, конечно, очень многое. И знания, и умение работать в международной организации, и кучу друзей, партнеров, знакомых, с которыми я, со многими, с которыми сейчас продолжаю тоже общаться. Мне хотелось сделать что-то очень неформальное. Не просто отправить имейл, где поблагодарить людей, с которыми я работал, а сделать что-то, что тронет людей, как тронуло меня, наверное. И тут мне, конечно, помогли очень коллеги, которые работали в подразделении маркетинга и пиар, которые помогли мне вместе с ними. Мы вместе придумали то, как это сделать. И как-то одним из… ранним утром одного из дней сняли. Получилось, мне кажется, действительно здорово. Когда ты пришел в Визу, в твоей жизни поменялось очень много. Поменялась компания. До этого ты работал 17 лет. В одном бренде это прям очень много. Поменялась индустрия, поменялась команда. Причем тебе досталась команда после яркого лидера Екатерины Петелиной. Как ты себя чувствовал первое время? Чувствовал себя очень хорошо, очень комфортно. Мне вот прямо с первого дня очень понравилось работать в Визе. По многим причинам. Во-первых, Визе замечательная команда. Действительно, Катя создала за годы своей работы очень сплоченную, очень профессиональную команду. Я могу сказать, что я каждый день чему-то учусь. Очень много вещей в платежной индустрии, которые не видны на стороне банка. Если ты работаешь в банке, ты вряд ли будешь с ними сталкиваться. Работая в платежной системе, ты видишь их каждый день, ты должен принимать решения по многим из них. И это очень интересно. И говоря о Ситибанке и Визе, очень близкие культуры. Это культура лидерства, культура уважения к людям, культура клиента ориентированности по отношению к клиентам и культура такого очень человечного отношения по отношению к сотрудникам. Это связано с тем, что они американские компании? Наверное, есть какой-то элемент этого, безусловно. Но мне кажется, это скорее просто фактор международных компаний. Это компании, которые работают больше, чем Виза, работают в 200 странах мира. Безусловно, имея такой широкий географический охват, ты должен иметь определенную культуру, которая позволяет людям из самых разных стран работать вместе. Вот здесь, в этом плане, конечно, много общего между Визой и Сити. И в этом плане мне было легко переходить. Подожди, ты хочешь сказать, что ты не принял команду, не сделал никаких кадровых перестановок, никого с собой не привел? Виза – международная компания. Здесь нет таких подходов. Приходит новый человек. Автоматически это означает, что все, кто работали до этого на руководящих должностях, должны думать о своем новом месте работы. Нет, конечно, такого виза нет. Понятно. А с точки зрения стратегии, ты принял те стратегические задачи, которые были до тебя сформулированы? Или все-таки ты что-то принес свое со своим опытом, со своим видением? Что-то поменялось в бизнесе Визы в России с твоим приходом? В Визе существовала стратегия, которую разработали Катя и команда старших менеджеров. Как раз эта стратегия была до 2020 года. Мы начали работать над новой стратегией, но, конечно, коронакризис несколько спутал наши карты. Сейчас, когда ситуация относительно стабилизировалась, мы, конечно, работаем над тем, чтобы подготовить новую стратегию, которая будет действовать до 2023 года, сейчас уже можно сказать, что там будет несколько основных направлений. Во-первых, мы будем продолжать развивать традиционные средства платежей, наши традиционные карточные рельсы. Дальше для нас очень важный момент – это развитие новых каналов и новых сущностей в платежах. О чем здесь можно сказать? Во-первых, это корпоративный сегмент. Проникновение безналичных платежей, карточных платежей в корпоративный сегмент сейчас очень низкое. Россия вот здесь является как раз очень догоняющим рынком. Здесь много чего можно сделать. Планируем много новых продуктов запустить в наступающем году. Также мы работаем над тем, чтобы дальше совершенствовать платежи с карты на карту. Тот продукт, который у нас называется Visa Direct, который начинался просто как перевод от одного человека к другому. Сейчас появилось огромное количество новых платежных сценариев. Появились переводы за границу, появился сервис выплат. В том числе мы запустили совсем недавно, тоже говоря об инновациях, выплаты зарплаты при помощи переводов с карты на карту. Не нужно сейчас работодателям, это очень удобно. Серьезно? Вместо того, чтобы делать перевод через платежки, 20-значные номера счетов и так далее, через функционал, который предоставляет Яндекс.Касса, можно сделать перевод на карту и деньги придут моментально. Мой бухгалтер с ума сойдет, мне кажется, если мы такой... Мне кажется, если рассказать и показать, это покажется бухгалтеру очень удобным. А по цене? Обычно раньше было, что транзакции с карты на карту – это самые дорогие транзакции, потому что они эквайринговые, пару процентов ты влетаешь запросто, как сейчас. Ну, здесь, безусловно, есть специальный тариф на такого рода транзакции. Мы работаем с нашим партнером, Яндексом, для того, чтобы эти транзакции работали эффективно. Продолжая стратегии, мы будем больше внимания уделять кредитным картам. Так случилось, что виза одним из лидеров является в выпуске дебетовых карт в России. Кредитные карты несколько как-то были на периферии внимания. Сейчас мы видим, что кредитный рынок растет, и мы, конечно, здесь хотим поддержать наших клиентов, наших партнеров. Подожди, а какая разница в визе, кредитная карта или нет? Потому что же баланс кредитный предоставляет банк. Человек заплатил, вы транзакцию совершили, а она кредитная или дебетовая. В чем разница для платежной системы? У клиента может быть дебетовая карта и кредитная карта. Мы хотим, чтобы и кредитные, и дебетовые карты были выпущены на платформе виза. Дальше одна из вещей, которую мы очень сильно развили в уходящем году, в 2020, это консалтинг и поддержка наших клиентов с точки зрения данных. Большой спрос мы видим в том, чтобы показать банкам, где можно дальше, как можно дальше развивать бизнес. Где имеет смысл запускать какие-то новые продукты. Работать с портфелем, увеличивать частоту использования тех или иных продуктов. Все, что связано сейчас с экосистемами, с цифровыми каналами, с суперэпами. У нас теперь есть свое подразделение консалтинга. Мы начинали с 4-5 человек. Сейчас это подразделение, которое выросло больше, чем любое другое. У нас сейчас около 20 человек в нем работает. В России? В России. И несколько сотен глобально. Я вижу в этом очень большой потенциал для дальнейшего роста, для будущего. Мы должны быть проводником новых идей. В отличие, может быть, от каких-то других компаний, которые предоставляют тоже консалтинговые услуги. Мы кровно заинтересованы в том, что... Большая четверка и большая тройка. Ну, я бы не стал сравнивать нас. Мы очень уважаем большую четверку. Я тоже их уважаю. Но мы кровно заинтересованы в том, чтобы те стратегии, которые мы предлагаем, были реализованы. Потому что это позволит нам совместный бизнес вывести на другой уровень. Я задал все вопросы по существу. У нас остался только Блиц. Это серия вопросов, на которые ответы будут короткие. Начнем? Готов? Готов. Андроид или айфон? Айфон. Кошки или собаки? Я, честно скажу, я небольшой фанат домашних животных. Но у меня дочка и жена очень любят кошек. Поэтому у нас дома кошка. Кошки. Электронная книга или бумажная? Бумажная все же. Фейсбук или Инстаграм? Фейсбук. Сыр или колбаса? Сыр. Просека или шампанское? Просека. Скажи, какая в твоем офисе вещь тебе особенно дорога? Я не могу сказать, что я с трепетом отношусь к вещам. Для меня значительно важнее люди, чем вещи. Поэтому в офисе у меня фотография жены и дочки. Это, наверное, такой важный элемент моего кабинета на работе. Так как мы сейчас все работаем из дома, то жена и дочка у меня прямо рядом. Фотография их мне не нужна. Поэтому для меня значительно более важным элементом является лэптоп, который, конечно, средство связи с командой. Что ты читаешь, смотришь, слушаешь для того, чтобы оставаться в контексте новостей? Я не помню, когда я последний раз брал в руки печатную газету. Читаю новости в электронном формате. Фрэнк Мидиа обязательно. Основные новости, наверное, получаю из сейчас телеграм-каналов, потому что они там в очень сжатом виде. Можно достаточно быстро увидеть, понять. И если что-то интересно, затем почитать это в других мидиа уже более подробно. Я читаю The Bell, я сейчас слежу за V-Times. И по утрам, завтракая, если я завтракаю дома, я смотрю BBC, чтобы понять, что происходит в мире. Еще и какой глобальный контекст. Спасибо. И последний вопрос. Какие из прочитанных книг за последние пару лет на тебя произвели особо сильное впечатление? Я честно скажу, я не очень успеваю читать книги. Я их в последнее время слушаю. Я еду на велосипеде, наушники и слушаю аудиокнигу. Вот одна из последних, которые я прослушал, книжка на английском, ее рекомендовал Билл Гейтс. Ее автор Кэрол Двек. Это американский автор, который называется The New Psychology of Success. Достаточно интересная вещь, которая говорит о том, что взгляд людей на собственные сильные и слабые стороны может очень сильно менять то, как они развиваются в будущем. Ну, о чем здесь речь? Что если вот человек растет, ему говорят, что он талантлив в какой-то определенной области, он считает, что он талантлив по определению, возможно, не развивается в этой области и ждет наоборот какого-то подтверждения того, что он что-то делает хорошо и не двигается в каких-то других направлениях. И наоборот, когда человек говорит, слушай, вот здесь у тебя практически нету шансов. В детстве такое мы знаем было. И человек воспринимает это уже как данность, никак не развивается, а нужно бы попробовать. И вполне вероятно, там будет успех. Интересно, парадоксальная мысль. Очень интересная вещь. Ну что ж, на этом вопросы закончились. Михаил, большое тебе спасибо, что нашел время, пришел к нам в гости и ответил на мои вопросы. Друзья, я с вами прощаюсь. Это были банкиры. Следите за нами в социальных сетях. Читайте телеграм-канал Фрэнк Медиа. И следите за тем, что делает Фрэнк РДжи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова